В Тульской области непогода оставила без электричества более 700 жителей. По официальной информации, электроснабжение было нарушено в 274 домах Чернского и Щекинского районов, а также в Туле и Новомосковске. По нашим же данным, только в Большой Туле накануне без света остались более 1200 жителей в 18 населенных пунктах. Вот ему говорят, Морток 1,7 Порток. Два дня Тула была во власти стихии. Синоптики прогнозировали переменчивость погоды. Но чтоб настолько, буквально за минуту солнце сменяли тучи, шквалистый ветер и снег. Без света накануне вечером остались более 1000 жителей в 18 населенных пунктах Большой Тулы. В области ветер валил деревья в Донском. Дерево с территории детского сада рухнуло сразу на три автомобиля. Стихия вдоволь прогулялась по всему региону. Серьезных последствий, к счастью, удалось избежать. Но слишком уж часто в новостных сводках стало звучать слово «ураган». Вот в узловой ветер срывает металлическую кровлю, которая падает на несколько автомобилей. Это уже Богородицк. Мужчину чудом не придавило огромным деревом. А это село Воскресенское под Дубной. Там три года назад сильный ветер разрушил кровли пяти домов. Я испугалась, бежала, кричала «Господи, спаситель, спаситель, спаси нас, спаси, сохрани». Я все-таки доползла до дома, уже, считай, доползла в пленку, там завернулась. И только бы доползти мне, доползти. Ну, страшно было. Я, конечно, думала, все. Конец света, ну, вроде бы остановилась. Жители не шутили. Это действительно было похоже на апокалипсис. Ветер валил деревья, с неба сыпал град размером с перепелиное яйцо. Настоящий ураган. В Ефремове же в 2013 году жители узнали, что такое смерч. Самая настоящая торнадо бушевала всего несколько секунд. Но успело повредить почти 200 зданий, среди которых были школы и детские сады. Повалить более 50 деревьев и полтора десятка опор уличного освещения. Что-то телек погас резко. Пропало электричество. Смотрю в окно, думал, птицы летят. А это, оказывается, листы с железа летают, блин. Соседи, да, машину поперевернул с гаражами вместе, блин. Там стекла себе побивало. 20 человек тогда обратились за медицинской помощью. Один пострадавший был госпитализирован. Ущерб от торнадо составил порядка 150 миллионов рублей. Подобный разгул стихий, конечно, аномалия, которую предсказать довольно сложно. Что же касается прогнозов погоды на ближайшие дни, то стихия отступает. Сойдут на нет заморозки и совсем скоро наступит настоящая весна.